Здравствуйте, товарищи в Сослужбовстве! Ура! В Киеве на параде в честь Дня Независимости, воинским частям и соединениям, которые проявили мужество и героизм, отличились в ходе боевых действий на востоке Украины, присвоили почетные звания и вручили боевые флаги. В Киеве на параде в честь Дня Независимости, воинский частям и соединениям, которые проявили мужество и героизм, объекта Чернобыльской атомной электростанции. В понедельник 28 августа в честь полученного боевого знамени на плацу воинской части 3041 состоялось торжественное построение личного состава части. Боевое знамя воинской части – особо почетный символ, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части, а также указывающий на ее принадлежность к лучшему воинскому формированию – Национальной гвардии Украины. Торжественный митинг открыл командир воинской части 3041 полковник Андрей Фролов. Мы входим в историю, очень радостно, что, я переповню, что я чувствую, чувствую то же самое, что и вы. Это гордость за то, что среди авторских электростанций, воинской частина, похоронятых электростанций, Мы в первом висковом чемпионате 31-41 отримуем боевый прапор. Витаю воинов с отриманием боевого прапора! Слово! 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 С поздравительными словами перед военнослужащими выступили городской председатель Юрий Фомичев, настоятель Святой Линского храма, начальник Славутического отдела полиции и заместитель генерального директора по кадрам и режиму Евгений Катунин. Поздравляю вас с вручением боевого знамени и надеюсь, что каждый из вас приложит все свои знания, волю, умения для того, чтобы быть достойным этого знания. Сегодня у вас появилась святая. Вы должны ее защищать, 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 которая дает нам возможность идти вперед. И под этим стягом, и с этим стягом вы будете защитить нашу страну, наше великое мистическое, вашей семьи, ваших детей, ваших дружин. То есть сегодня у вас есть то, за что нужно стоять. Но есть такая профессия защищать Батьковщину, очень сложная профессия, очень непроста, и по большому рахунку не имеет значения защищать ее в зоне боевых дій, или на Чорнобильской станции охраняешь объект. Все это ответственность, и все это требует от тебя напруженности и ввиденности своей работы. Прапор, который отривала сегодня військовая часть, это настоящий символ честности. Я вам хочу побажать, что этот символ в честь, ставший символом вашей гордости. Я в этом абсолютно уверен, что так оно и будет. В завершении торжественного построения личный состав части прошел торжественным маршем перед боевым знаменем части. Символом доблести и славы. Символом, который напоминает каждому военнослужащему о священном долге, преданно служить своей родине, защищать Украину мужественно и умело, стойко оборонять каждую пять родной земли, не щадя своей жизни. Символом доблести Поехали!